На месте заброшенного здания на Пирогово появится школа. Об этом на встрече с жителями района заявил глава Сочи. Уходил от погони, а помог уйти на тот свет. В Адлере нарушитель спровоцировал ДТП, в котором погиб человек. Сочи планирует повторить достижения прошлого года. На курорте с началом пляжного сезона уже начали готовиться к сезону отопительному. В Сочи появилась вежливая регистратура, и это не последнее преобразование. Глава города об этом заявил во время поздравления медработников. Около 80 миллионов рублей потратят на благоустройство Вишняковского сквера в Краснодаре. Какой станет зеленая зона после реконструкции, рассказали Вениамину Кондратьеву. Во время рабочего объезда по городу главе региона показали проект, по которому будут вестись работы. Напомню, он был разработан по поручению самого губернатора. Сквер планируют разделить на несколько зон. В центре было решено оставить и отреставрировать памятник Ленину. Кстати, это первый монумент на Кубани, установленный вождю пролетариата. Вдоль аллей появятся скамейки в виде качелей, также организуют детские площадки, разобьют клумбы. В общей сложности это будет более полутора гектаров зеленой зоны. Однако площадь сквера может быть больше. С семь с половиной тысяч квадратных метров территории огорожены забором. Эта земля была передана под строительство гостиницы. Сейчас ведутся судебные разбирательства, чтобы вернуть прилегающий участок в границы Вишняковского сквера. Даже самые большие покровители никому не позволят в парках города Краснодара строить гостиницу. И этот забор, я надеюсь, что как минимум осенью все равно он будет снесен. Давайте то, что осталось зеленого, сохраним для города или горожан. Закончить благоустройство первой очереди сквера планируют уже до конца этого года. Также во время рабочего объезда по городу Вениамин Кондратьев поручил разработать проект реконструкции площади перед зданием цирка. А в случае на месте заброшенного здания горбольницы номер 2 на Пирогова появится школа. Об этом на очередном сходе граждан заявил глава города Анатолий Пахомов. Правда, подчеркнул мэр, пока не ясно, будет ли здание достроено или же снесено и возведено абсолютно новое. Какие еще вопросы задавали мэру на сходе, расскажет Ольга Десятого. Сходы граждан глава Сочи Анатолий Пахомов проводит каждый четверг в разных районах города. На этот раз мэр выслушал проблемы жителей улицы Виноградная и микрорайона Мамайка. Сход провели в 23-й школе и как раз об образовании было задано немало вопросов. Один из самых острых – строительство школы на Мамайке. Правительство страны, отметил мэр, требует строить школы под типовым проектом и укладываться в сумму не более 400 миллионов. Ну а школа на Мамайке стоит в разы дороже. Наша школа на Мамайке в три раза дороже. И это понятно за счет того, что рельеф в городе Сочи и в данном случае на Мамайке. Мы вместе с депутатом Затулиным прошли буквально все министерства. И об этом даже знает председатель правительства Российской Федерации Медведев Дмитрий Анатольевич, который, конечно, сказал, что вы совершенно правы, что нужна школа там, где она нужна. Если мы этот вопрос решим, я думаю, что это будет еще одна победа нашей команды вместе с нашими горожанами. Школу решено строить в три этапа, а каждый корпус отдельно. А пока проект проходит в защиту ценовой экспертизы в Минстрое страны. А проверк мэр и слухи о строительстве 24-этажки на месте здания горбольницы номер 2. Вот в таком недостроенном виде оно находится уже больше 10 лет. По новым Санпинам больницу здесь, как планировалось раньше, уже не построить. Но социальный статус здания решено сохранить. Операговость и недострой по больнице находятся в оперативном управлении. И земля, и недострой у меня в оперативном управлении. Поэтому сейчас вот эти разговоры по поводу 24-х, значит, забрать у нас, ну, как бы, да, пусть попробуют. Это невозможно. Исключительно рассматриваем эту территорию для того, чтобы там построить еще один корпус школы. Значит, поэтому и передали 23-й школе. Если безопасность будет подтверждена, что можно здесь подпорными стенками, укреплениями действительно достроить, арматуру добавить, там, укрепления сделать, и таким образом это будет одно решение. Если этого не произойдет, нам придется списать это все, снести и построить новый корпус. Экспертиза и новый проект, его согласование может занять немало времени, подчеркнул мэр. Но школа в будущем здесь обязательно будет. Зашла речь и о пляжах. На некоторые, говорят местные жители, вход для них почему-то закрыт. Пляжные территории, которые муниципальные, они все должны быть открытыми. Но есть федеральные пляжи. По закону Российской Федерации, по закону Российской Федерации, федеральные пляжные территории, они имеют особый статус и должны быть закрытыми. Это в связи с безопасностью. Чтобы не возникало вопросов по пропуску на городские пляжи, отметил мэр. В Сочи работает специальная горячая линия по вопросам доступности таких территорий. Там же можно задать вопрос о получении пропусков для местных жителей на некоторые закрытые береговые полосы. Ольга Десятого, Владимир Киселев, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Минувшую ночь в Адлере нарушитель спровоцировал ДТП, в котором погиб человек. Авария произошла в половине 12 ночи. По предварительным данным, 21-летний водитель ВАЗовской, 99-й, проигнорировал требования полицейских остановиться. После этого экипаж ДПС начал преследование нарушителя. После непродолжительной погони ВАЗ допустил заднее столкновение с автомобилем «Фольксваген», после чего выехал на встречную полосу и столкнулся там в лоб с Рено и еще одним «Фольксвагеном». В результате ДТП на месте скончался 20-летний пассажир отечественного автомобиля. Нарушитель, спровоцировавший аварию, а также 40-летний водитель Рено и его 55-летняя пассажирка госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка. В администрации Сочи продолжаются встречи дольщиков жилья и застройщиков. Они инициированы главой курорта. Разговор глаза в глаза помогает быстрее найти выход из положения, когда люди остаются с недостроенным жильем. Очередная встреча была посвящена объектам компании «Ида». Но к диалогу застройщик не подключился. Он находится под следствием за мошенничество, ведь остановил строительство сразу четырех объектов. Отстаивать интересы граждан, которые оказались заложниками ситуации, руководство города готово. Но для начала дольщики должны стать хозяевами приобретенных квартир. Пока же собственник объектов на Виноградной, Пасечной, Санаторной и Гагарина сам застройщик. Земля под домами также частная. Поэтому применять какие-то рычаги в отношении мошенника вне компетенции муниципалитета. Усложняется же ситуация тем, что компания-застройщик проходит процедуру банкротства. В мэрии обманутым дольщикам рассказали и о рисках, и предложили выход из тупиковой и даже опасной ситуации. На сегодняшний день Департамент строительства обладает пакетом документов, подтверждающих, что фактически ваш застройщик вел двойную или тройную бухгалтерию по учету запрат и по учету ваших денежных средств. Мы все-таки предлагаем вам реализовать ту форму, которая предусмотрена нынешним законодательством о банкротстве. Есть там отдельная глава, это особенности банкротства предприятий долевого строительства. Значит, создать кооператив, жилищно-строительный кооператив. По отдельному дому? По каждому дому. По каждому дому. По каждому дому отдельно создать. Кооператив позволит дольщикам стать правообладателями объекта незавершенного строительства и самостоятельно завершить работы. Готов подключиться и административный ресурс, подчеркивает глава города. Вопрос с коммуникациями мэр возьмет под личный контроль. И чтобы вам помочь, мы и собрались, и сказали, вот Михаил Николаевич вам четко обрисовал всю картину и говорит, есть единственный выход. И им надо воспользоваться. Но мы этого делать не сможем. У нас нет на это полномочий. А у вас есть. Это ваши полномочия. И вы должны соорганизоваться. Ухватиться за протянутую руку помощи обманутые дольщики готовы уже сегодня. Ведь если здание изымут и выставят на торги, люди получат лишь те деньги, которые указаны в договорах. А там везде сознательно заниженные суммы. Квартиру на них не купить. Сочинцы уверены, перевести ситуацию в правовое русло они смогут лишь с помощью администрации. Встреча доволен по той простой причине, что люди, к сожалению, не доверяют ни себе, ни юристам сторонним, ни общественному мнению, которое складывается. А ввиду исторической памяти доверяют представителям власти. Поэтому та позиция, которая сегодня была озвучена на данном совещании и мэром, и представителям департамента, она полностью соответствует интересам обманутых дольщиков. И если ситуация будет развиваться тем в том векторе, который был сегодня задан, то будет результат. Следующая встреча обманутых дольщиков компании ИДА с представителями администрации через неделю. Руководство Сочи готово оказать горожанам консультационную и юридическую помощь. Подключились к решению проблемы специалисты Краевого департамента по надзору в строительной сфере. К слову, на сегодняшний день из перечня Краевого реестра на курорте удалось исключить 8 проблемных домов. Галина Моисеева, Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Сочи планирует повторить достижения прошлого года. Курорт первым из муниципальных образований края получил паспорт готовности к осенне-зимнему периоду. Первое установочное совещание по подготовке к будущему отопительному сезону провели сегодня в администрации Центрального района под председательством первого заместителя главы города Мугдина Чермита. Представители администрации районов, ресурсных организаций, управляющих компаний обозначили план работы по организации и подготовке к будущему отопительному сезону. В ходе заседания речь шла и о том, какие профилактические работы уже проведены. У жителей не должно возникать проблем в период отопительного сезона ни с системами подачи тепла, ни с ресурсоснабжающими предприятиями, подчеркивает первый заместитель главы города. Впервые за последние, как меня информируют, 8 лет город Сочи первым из 44 муниципальных образований Краснодарского края получил паспорт готовности к осенне-зимнему периоду. Прошлогодний опыт хороший, надо повторить. Участь необходима и опыт прошлого года в части возникающих проблем и не допустить их повторно. Здесь важна совместная работа организаций и общественности. В прошлом году было подготовлено больше 1600 многоквартирных домов с централизованным отоплением. По каждому получен паспорт готовности. Именно жилой фонд составляет основную долю тепловой нагрузки. Отопительный сезон 16-18 годов в городе Сочи в связи с холодами был начат 3 ноября, то есть на 12 дней ранее, чем обычно, и завершен позже на 4 дня, 18.04, чем обычно. В целом он прошел стабильно. Все нештатные аварийные ситуации устранялись в нормативные сроки. Каждое лето котельные города встают на плановый ремонт. В течение двух недель специалисты ресурсоснабжающих предприятий и обслуживающих организаций проверяют оборудование и готовят системы для бесперебойной эксплуатации в отопительный период. Основная задача – не допустить срывов в подаче теплоснабжения. В целом теплоснабжения не было. Основной нашей проблемой являются вельские тепловые сети. Поэтому для того, чтобы навести порядок в данном вопросе, нами запланированная сумма в этом году, мы надеемся освоить порядка 80 миллионов рублей, что составляет двукратное увеличение на реформу. Вопросы, которые возникли в ходе нынешнего совещания, должны быть отработаны в течение недели. А решения по ним озвучены на следующей встрече. Еженедельно в пятницу будут проходить заседания работы комиссии по подготовке к отопительному сезону. Рината Шипулина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Завершился ремонт детского сада номер 110 на улице Гранатной. Он был сделан шефами этого дошкольного заведения. Сегодня глава города Анатолий Пахомов лично проверил качество выполненных работ. Расскажет Елена Всецына. София, Николь и Леата с сестры вместе посещают 110-й детский сад. Сюда ходил их отец. Теперь Роман рассказывает, девочки идут в школу и жалко покидать детский сад, который так капитально отремонтировали. Красивые снаружи, внутри площадки детские, очень уютные. Красоту как-то не хочется и бросать. Ну, судя по их возрасту, надо уже в школу идти. Если можно было на год это продлить, чтобы восторгаться красотой. Одни уходят, другие приходят. Сегодня мэр Сочи Анатолий Пахомов лично вручил две путевки очередникам. Родители в восторге получили место в отремонтированном детском саду. Увидела, какие тут прекрасные условия. И я очень рада, что мой ребенок будет воспитываться, образовываться в таких условиях. Потому что красивому красоте надо привыкать с детства. Я бабушка, водила молодости своих сыновей. А сейчас ходят мои внуки. И я благодарна, что они будут воспитываться в этих прекрасных условиях. Низкий вам поклон всем. По просьбе главы города, шефство над садиком взяла частная фирма, которая вложила 15 миллионов рублей в ремонт. Хороший ремонт. Надолго платить? Да. Тут делали все качественно. Тут делали очень хорошо. Отремонтированы кровля, фасад, пищеблок, медицинский кабинет и застудия. Сделали вентиляцию, поменяли окна, электропроводку и дренажную систему. Вот здесь вот у нас были лужи, потому что вода никуда не уходила. И сейчас, смотрите, дождик прошел, все сухо, вообще замечательно. В городе шефскую помощь оказывают 150 предпринимателей. Свой вклад они предпочитают не афишировать, ведь любое благое дело пойдет на пользу лишь тогда, когда о нем не говорят слишком громко. Мы очень благодарны нашим предпринимателям города Сочи, которые уже на протяжении последних пяти лет активно участвуют в шефской работе. Мы, естественно, поэтапно, но очень системно занимаемся тем, чтобы все детские дошкольные учреждения были в идеальном состоянии, в хорошем виде. Так же, как детский сад 110, обещает глава города, будут выглядеть в Сочи все школьные и дошкольные учебные заведения. Сейчас в городе строятся три новых школы и два детских сада. Уменьшить очередь помогли и 18 новых корпусов, которые пристроены к уже существующим учреждениям. Все начинается с детства. И любовь к прекрасному, и первые уроки вежливости, и правильный распорядок дня. Сначала поздороваемся. Здравствуйте! Уютно не только в тех кабинетах, где дети занимаются, но и в помещениях, где готовят еду, где дети принимают пищу и спят. Сама атмосфера пребывания в чистоте и уюте – это и есть залог здорового поколения, считают педагоги. Сейчас здесь слышится только пение птиц у детей «Тихий час». А еще совсем недавно на это время ремонтные работы приходилось приостанавливать. Они начались в ноябре прошлого года. Садик при этом не закрывался и полностью завершились 14 июня. Елена Авсицина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Единственный труд в России, который посвящен выращиванию киви, написал сочинский ученый Валентин Тарасенко. Год назад он ушел из жизни, а 18 июня руководителю Адлерской опытной станции исполнилось бы 80. В Музее истории Сочи к юбилею обладателя Госпремии Российской Федерации в области науки открывается отдельная экспозиция. Валентин Семенович Тарасенко всю свою жизнь посвятил развитию субтропических культур на Черноморском побережье Кавказа. С 1972 по 2006 год был бессменным руководителем Адлерской опытной станции. Там он и занимался научной деятельностью, а именно интродукцией растений, выращиванием овощей и плодов в закрытом грунте. Так он совершил открытие и изобрел гидропонную установку, которая позволяет выращивать растения без грунта. Валентин Семенович один из первых, кто здесь создал плантации кофе, банан, папайя. Но особое внимание он уделял так называемой актинидии деликатесной. Другими словами, это всем нам известный плод киви. Именно с Болгарии он привез его в конце 80-х годов. Уже в 1999 году здесь было 35 гектар плантации киви. Киви, которые сегодня произрастают в Сочи, первоначально были приобретены на Адлерской опытной станции, которую решено назвать именем Валентина Тарасенко. Зорин, Венчагов, в том числе и Валентин Семенович Тарасенко – это те люди, которые создавали город-сад, создавали, скажем, не только цветущий сад, как у нас институт не цветоводства и садоводства, а вот еще и создавали то, чем мы можем лакомиться сегодня. После «Мандарин» киви стало это второй такой субтропический плод на побережье, который достаточно популярен среди населения. Личные вещи, награды и научные труды сочинского ученого в Музее истории передала супруга Василия Тарасенко – Марина Александровна Рихтер. Проект «Вежливая регистратура» активно развивается на федеральном уровне. В Сочи новый формат постепенно также становится распространенным первым медучреждением. С официально вежливой регистратурой стала поликлиника на Абрикосовой. Войдя в поликлинику, пациенты даже не сразу понимают, куда попали. Вместо привычной застекленной территории, где сидят обеспокоенные медрегистраторы, теперь просторный зал. Вмешаться дизайнеров в интерьер медучреждения попросили сами врачи. Этот объект стал первым в городе, где реализован федеральный проект «Вежливая регистратура». Компьютеризированный комплекс, который является мозгом данной регистратуры, позволяет нам направлять пациента на конкретное время, конкретному доктору, на конкретные обследования, консультации, что упрощает работу врача и создает благоприятные, комфортные условия для больных. Вежливая регистратура значительно облегчает не только работу врача, но и процесс получения медпомощи пациентам. Записаться на прием к нужному специалисту теперь можно, получив талон в инфомате. Прием больных ведется согласно электронной очереди. Это полностью новый формат. Такие нововведения существенно упростили работу медиков, и теперь здесь нет недовольных пациентов. Дают талоны, как удобно прошу. Вот сейчас только работала с девочками, они дали талоны, как нам удобно. Идут на встречу к врачам, принимают безотказно, внимательные. Очень мне понравилось. Сотрудники вежливой регистратуры своему новому названию полностью соответствуют. Человеку, которому нужна врачебная помощь, пытаются максимально помочь и организовать удобный прием специалиста. Новый формат уже оценили пациенты, понравилось и коллективу поликлиники. Проект разработан на федеральном уровне. В Краевом министерстве здравоохранения придумали единое оформление. Тем не менее, главная цель проекта – снизить загруженность городских поликлиник. Вежливые регистратуры мы делаем везде в наших поликлиниках. И выделяются люди, которые на подходе к регистратуре уже весь поток наших пациентов регулируют по поликлинике. И это, я думаю, абсолютно правильное решение. Потому что, опять же, вспомним, 4 миллиона 900 тысяч посещений в год. Это очень большое количество и очень большая нагрузка. Красно-белое оформление вежливых регистратур в скором времени обретут все городские поликлиники. После первой городской такую же реконструкцию провели и в пятой поликлинике в микрорайоне Мацеста. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. Врачи и медсестер в Сочи сегодня поздравились с профессиональным праздником. Каждое третье воскресенье июня в нашей стране традиционно празднуется День медицинского работника. Представители этой важной и уважаемой профессии сегодня пригласили на торжественный прием в зал органа и камерной музыки. Для врачей и медсестер – праздничный концерт. Лучших медиков глава Сочи Анатолий Пахомов отметил благодарственными письмами. Вручил и знаки отличия, признание и почет сочинцев. Наши учреждения здравоохранения оснащены новейшим диагностическим и лечебным оборудованием. Современные технологии лечения стали доступными для сочинцев и гостей нашего города. Однако эти технологии бесполезны без вашего непосредственного участия. Без участия докторов, санитарок, медсестер, фельдшеров. Медицина в Сочи за последнее время шагнула далеко вперед. Элеонора Рябцева около 30 лет была главврачом 4-й горбольницы. Говорит, раньше это медучреждение было совсем другим. Сегодня, во-первых, изменилось само отношение к здравоохранению. Построены целые такие здания, что только приходится хорошей завистью завидовать. И так шагнуло здравоохранение вообще в мире. И радует, что мы не отстаем в тех технологиях, которыми может похвастаться, допустим, раньше только край. На базе 4-й горбольницы сегодня работает самый современный сосудистый центр. Здесь помогают пациентам с острой коронарной патологией и нарушением мозгового кровообращения. А благодаря перинатальному центру в прошлом году на свет появилось почти 8 тысяч малышей. В городе проведено полторы тысячи высокотехнологичных операций, о которых еще несколько лет назад можно было только мечтать. В городе в сфере медицины трудится около 10 тысяч человек. Это профессионалы высокого класса. Кстати, за последнее время медикам было выделено около 200 квартир. Повторю, что Сочи – это город, где сконцентрированы лучшие медицинские кадры со всей страны. Четвертая краевая больница в Адлиле – также одна из самых достойных. Тому подтверждением становятся выздоравливающие пациенты. За 13 лет врачебной практике хирург Севолод Десяткин спас жизни сотням пациентов. В 4-й краевой больнице оказался по приглашению руководства, а начинал практиковать в далеком Кемерово. В своем ежедневнике записывает не планы, а фамилии пациента, в котором он проведет операцию. И в списке на день сразу несколько фамилий. Говорит, что хирургом быть не планировал, душа лежала больше в специальности спортивный доктор, пока на операционный стол к молодому врачу не попал судьбоносный пациент. Первый тяжелый пациент, который поступил к нам, был практически при смерти. Удалось выполнить ему операцию, вылечить его, применить его все знания, которые были получены в институте, в отделении, где я работал. И благодаря этому на третий день он встал, всем сказал большое спасибо, и здорово ушел, после чего я понял, что это очень хорошая профессия, помогать людям. С тех пор врач высшей категории, кандидат медицинских наук, не устает продолжать оперировать и развиваться. После тяжелых дежурств обычно идет на море. Восстановив силы, возвращается к пациентам. В его присутствии больным становится как-то спокойнее. Было очень страшно, я не знала, что со мной. Ну и буквально, я не знаю, через какое время, но очень быстро сделали операцию. И вот второй день, сегодня после операции, завтра уже, наверное, бегать буду. Очень здорово, очень благодарна врачам. Впрочем, такие благодарности идут в адрес всего врачебного состава хирургии. На полочках в ординаторской поделке своими руками от благодарных пациентов. Детях берегут и помнят каждого автора. Если врачи могут позволить себе забыть фамилии больных, то те, кого они спасли, никогда. Моего ребенка вытаскивали с того света. И благодарность материнская, она беспредельная. И я думаю, что каждая мама поймет, когда погибает ребенок. И когда ребенка твоего вытаскивают с того света. Сейчас моя дочь пошла на поправку. Опять же, благодаря только докторам, четвертой, краевой. Вы знаете, я называю этих людей просто ангелами. Самым центральным отделением в больнице врачи называют реанимацию. Именно здесь пациенты, как правило, находятся между небом и землей. Врачи борются за каждого до последнего. Есть и самая ценная палата – детский бокс. Сегодня он пустой. Врачи надеются, что он как можно дольше никому не понадобится. Заведующий отделением Дмитрий Гугнин почти 20 лет как спасает людей от смерти. И признается, что полностью влюблен в свою профессию. А иначе здесь просто не получится. Не любя эту работу, работать в отделении анестезиологии и реанимации очень сложно. Это действительно отделение, наверное, одно из самых основных больниц и самых ответственных. Здесь находятся все самые тяжелые пациенты в каждом стационаре. В отделении анестезиологии и реанимации. Четвертая краевая больница сегодня является одной из лучших на Кубане. Она оборудована по последнему слову техники. Здесь работают высококвалифицированные специалисты с золотыми руками. Так говорят сами пациенты. И это не только врачи. Спасение людей – дело командной работы. Медсестры и санитары играют не последнюю роль. Это одна из самых древних профессий и, наверное, самая важная. Я вообще с уважением отношусь ко всем профессиям, которые сегодня есть. Но мало кто именно работает так, как медицинские работники. Они работают круглосуточно. Они готовы оказать медицинскую помощь в любое время суток. Делают операцию, принимают роды, выезжают на вызов по скорой помощи. Поэтому, действительно, наверное, это одна из самых важных и тяжелых профессий. В свой профессиональный праздник медики наверняка получат шквал звонков с поздравлениями, подарками и словами благодарности. Как будут отмечать, пока не загадывают. Не исключено, что вместо праздники они выйдут на боевой пост, где снова могут кому-то помочь. Елена Авсецовна, телекомпания ФКТ. И в завершении информация от партнеров программы «Стоматология Скаковский» работает по принципу 3П. Порядочность, последовательность, профессионализм оказывает все виды стоматологических услуг. Ну а все новости уже на нашем сайте. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.